Здравствуйте! Сегодня в гостях Автоцентр ТВ вот этот прекрасный автомобиль Hyundai Elantra нового поколения. Машина появилась на украинском рынке ровно год назад, но уже за это время она нашла немало поклонников в нашей стране. Кроме того, она вышла в финал акции Автомобиль года, где завоевала титул лучший автомобиль по соотношению цена-качество. Популярный семейный седан значительно изменился по сравнению с предыдущим поколением. Новая Elantra стала солиднее и респектабельнее. На смену округлым формам кузова пришли острые грани, что добавляет машине агрессивности. Широкая шестиугольная облицовка радиатора в хромированной окантовке намекает на спортивные нотки в характере машины. Не менее выразительно автомобиль выглядит и сзади. Изящная форма бампера и светодиодные фонари с оригинальным рисунком делают новинку узнаваемой в дорожном потоке. Купеобразный профиль седана соответствует модным тенденциям в автомобильном дизайне. Новая Elantra также прибавила в габаритных размерах. Она стала на 20 мм длиннее и на 25 мм шире, чем предшественница. Этот автомобиль стал крупнее, чем его предшественник, и все эти улучшения пошли, естественно, на простор салона. Здесь очень комфортно как впереди, так и сзади. Сзади можно совершенно комфортно сидеть втроем. Очень маленький трансмиссионный тоннельчик, который присутствует для улучшения жесткости кузова, совершенно не мешает задним пассажирам, даже если их там трое. Что касается сидений, то они здесь очень удобные. Здесь есть регулировки в трех плоскостях, то есть можно поднять подушку. Я, например, люблю чуть выше сидеть, чем обычно. И даже, несмотря на то, что почти полностью поднято сидение, как вы видите, места над головой достаточно. Интерьер выполнен в стиле минимализма, но все выглядит современно и органично. Ориентированно на водителя приборная панель лишена вычурности. Все органы управления легко доступны, а показания приборов легко читаются. Оперативная информация выводится на дисплей между спидометром и тахометром, а управление вспомогательными функциями возложено на дисплей мультимедийной системы. В топ-комплектации подогревом могут быть оснащены не только передние и задние сидения, но даже руль. Вместительный багажник имеет объем в 458 литров, причем открывать его крышку можно дистанционно. Мы говорили, что автомобиль победил в номинации соотношения цена-качество. Как вы видите, салон здесь очень приятный визуально. Дизайн достаточно лаконичный, но здесь есть все необходимое. И приборная панель чуть повернута к водителю для удобства управления всеми вспомогательными функциями, которые здесь управляются клавишами на центральной консоли. И очень приятное качество пластика. Он фактурный. Он, конечно, не мягкий, как на машинах премиальных, но визуально он совершенно симпатично выглядит. И на нем очень мало видно пыль, что тоже немаловажно при повседневной эксплуатации. Одним из главных козырей Hyundai Elantra является богатая комплектация. Уже в начальной версии здесь есть все необходимое для водителя, который хочет недорогой автомобиль на каждый день. Если говорить о музыке, значит, здесь уже в базе шесть колонок. Аудиосистема очень приятно звучит. Несмотря на то, что это не машина премиум класса, меломаны, я думаю, смогут получить удовольствие от звучания. Помимо этого, очень хорошая звукоизоляция. Когда автомобиль стоит на светофоре, вообще мотор не слышен. И это очень здорово. И, в принципе, очень низкий уровень шумов аэродинамических и от дороги. Это приятно, особенно если вам приходится достаточно много путешествовать. Человек не устает в дороге от шума. Для модели предлагается несколько вариантов моторов. В данной машине у нас под капотом располагается новый бензиновый двигатель объем 1,6 литра на 128 лошадок. Система распределенного впрыска топлива и изменяемая фазами системы газораспределения. Он работает в паре с шестиступенчатыми механическими или автоматическими коробками передач. Для тех, кому хотелось бы иметь более мощную версию, предусмотрен 152-сильный бензиновый двигатель объем 2 литра. В паре с ним работает шестиступенчатый автомат. Топ-версия Sport имеет в своем арсенале мощный двухсутистильный турбомотор объем 1,6 литра, который работает в тандеме шестиступенчатой механической или семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Говоря о ездовых характеристиках этого автомобиля, хотелось бы особенно подчеркнуть очень приятную плавность хода. Несмотря на то, что наши дороги далеки от идеала, автомобиль себя очень комфортно чувствует и сглатывает вот эти вот все мелкие ямки и неровности, которые есть на дороге. Даже вот мы пытались там переехать достаточно крупный лежачий полицейский, ну, дискомфорта не ощущается. А в городском цикле, с учетом наших пробок, с учетом того, что сейчас еще достаточно прохладно включен кондиционер, и плюс здесь у нас шестиступенчатый автомат, в городе получается где-то порядка 7,5-8 литров топлива на 100 км пробега. Хотите ли вы ездить бережливо или быстро, получить единственный автомобиль в семье или служебную машину на каждый день, Hyundai Elantra способна удовлетворить любые потребности покупателей. КОНЕЦ